Охранник агрофирмы «Подсередние» вспоминает, как ночью на ток пожаловали непрошенные гости. Молодежь провожала в армию Сашу Городинца. После застолья компания, человек 10 не меньше, отправилась к агрофирме. На их пути встал охранник. Я получил удары отсюда. Два человека сразу меня стукнули. Я по инерции уклоняюсь сюда. Вот этот парень стоял и с носок, конечно, хорошо заседил. Ну вот это вот последствия. Я прижался так вот до решетки. Ну получил серию, серию где-то минута, может полторы надо мной тренировался на груши. У Николая синяк под глазом, гематома по всему телу, болит голова. Но на избиение охранника приключения молодых людей не закончились. Ток находится вот там в метрах в 300. И побуянив там, молодежь пришла сюда. Здесь живут охранники предприятия. Ну а вот так выглядят последствия ночного буйства. Вот здесь стояла дверь и вот это практически все, что от нее осталось. Молодежь местная. А охранники, на которых был нацелен гнев, приехали на заработки. Это далеко не первый конфликт селян с приезжими. Они были все пьяные, естественно. И один мотив у них был. Мы здесь хозяева, мы что хотим, то делаем. Мы местная банда беспредельщиков. Мы раньше воровали, сколько хотели. И сейчас будем воровать. Никто нам здесь не укажет. Мы что хотим, то здесь и делаем. В агроферме уверяют, раньше все выходки молодым людям сходили с рук. У одного из ребят папа работает следователем в районной прокуратуре. Раньше эти товарищи, Городенец и их компания, они делали все, что хотели. Их никто никогда не наказывал, потому что за них всегда заступались. Саша Городенец уже был фигурантом громкого дела. На Пасху сельская молодежь избила заезжего милиционера. Он в ответ открыл огонь резиновыми пулями. Областная прокуратура сделала выводы. Стрелял правоохранитель законно. А по факту группового избиения милиционера возбудили уголовное дело. Нынешние стычки правоохранители тоже заинтересовались. Заявление есть, оно зарегистрировано в журнале регистрации. Пока никаких комментариев больше давать не буду. Проверка проведена, будет дополнительно сообщено все. Милиция проводит проверку. Возбуждать ли уголовное дело решат в течение 10 дней. До этого отец призывника, следователь Великобрлукской районной прокуратуры, давать какие-либо комментарии отказывается. Ирина Ромалийская, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова